В самый длинный день в году на Шадринском стадионе «Торпеда» торжественно открылось самое главное событие детского спортивного лета. Уважаемые организаторы, гости и, конечно же, наши дорогие участники соревнований «Кожаный мяч». Мне очень приятно от имени главы города Шадринска Людмилы Николаевны Новиковой приветствовать вас на открытии сегодняшних соревнований. 21-й по счету городской турнир «Кожаный мяч» стартовал как раз 21 июня. Торжественные речи были краткими, как и подобает на спортивных состязаниях, где все решает точность и быстрота реакции. Рапорт судей при командах «Гимн России» и команды уходят с поля, чтобы отдать его в распоряжение тем, кому сегодня предстоит выяснять отношения между двух футбольных ворот. История турнира «Кожаный мяч» началась еще в 1964 году. То есть тогда, когда дедушки сегодняшних его участников были такими же мальчишками, как они сами. Инициатором турнира был легендарный советский вратарь Лев Иван Чьяшин. Когда-то он был кумиром всех советских мальчишек. Сегодня у нынешнего поколения другие кумиры. Для меня Неймар – это бразилиц, испанский игрок, играет за Барсиону. Мой самый любимый футболист – это Месси. Он играет под десятым номером. Он самый лучший футболист в Барселоне. Лука Модрич. Я не помню, он вроде под девятым номером. За кого играет-то? За Реал Мадрид. Мне нравится футболистка Сильвас. Он все время тащит головы. И не вина мальчишек в том, что имена сегодняшних футбольных звезд сплошь иностранные. Тем более, что и своих родных героев ребята помнят. Кто такой Лев Иванович Яшин, ты знаешь? Да, это вратарь. Я его историю не знаю, но я знаю, что он на позиции вратаря был. Есть у подрастающей футбольной смены и мысли о том, почему нынешняя футбольная сборная России никак не родит новых героев. Потому что у них тренера постоянно меняются. По-моему, три или два сменились. Постоянно у каждого тренера своя тактика. И футболистам очень сложно подстраиваться на каждую тактику, которую, думаю, тренер. Ну а что касается детского футбола, то с ним в стране и у нас в Шадринске пока все в порядке. У нас торпедовские команды на хорошем уровне уже не только здесь в области засветились. Вот у нас второй, третий, шестой, седьмой год уже играют на первенство России. На хорошем уровне призовые места занимают. Так что шадринский футбол на приличном уровне. Уровень этот мог бы быть еще выше, уверены тренеры, будь в городе хотя бы одно искусственное футбольное покрытие, о котором пока юные футболисты и их наставники могут только мечтать. И тренироваться на траве в тот короткий период зауральского лета, когда она успевает отрасти до нужной кондиции. А что касается нынешнего кожаного мяча, то он прокатится в 2017 году по вполне приличному травяному покрытию. И даже дождливое шадринское лето пошло на пользу кожаному мячу. По словам тренеров, дожди прошли совершенно вовремя. И покрытие, на котором будут играть ребята, как нельзя лучше подходит для игр. Кроме стадиона «Торпеда», игры пройдут на корте школы номер 8. Так что болельщикам придется успевать перемещаться вслед за любимыми командами. Я уже сегодня бегала там, болею. Я думала, люди так болеют, я говорю, что они говорят. А я сама попробовала, так вообще сердце так бьется. Биться учащенно сердцам болельщиков придется вплоть до 7 июля, когда станет ясно, какие из 31 команд станут победительницами в каждой из четырех возрастных категорий турнира «Кожаный мяч». Продолжение следует...